Здравствуйте! В эфире передача аспекта иностранных дел телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. Продолжаем рассматривать итоги завершающегося года. И как и было у нас в течение всего 2023 года, мы предоставляем слово для экспертов из различных государств. Это позиция нашей программы. Мы предоставляем различные точки зрения, чтобы у зрителя был объективный взгляд на ситуацию в мире. Потому что она развивается довольно, мягко говоря, неоднозначно. Мы видим, что формируется новый мировой порядок и очень важен взгляд с различных регионов мира. И сегодня у нас в гостях Алексей Авдонин, политический обозреватель из Беларуси. Здравствуйте! Здравствуйте! И Фаек Гусеев в студии, заслуженный журналист Азербайджана, руководитель аналитической группы АСТВ. Рады видеть вас! Спасибо большое! Фаек Малим, с вашего позволения, первый вопрос у нас к нашему гостю из Минска. Алексей, наверное, один из таких важных вопросов, который обсуждался, и мы все, в общем-то, с ним сталкиваемся, и весь мир сталкивается, как бы кто это и не отрицал, это вопрос санкций, антироссийских санкций. Но в основном говорится именно о России и как бы за бортом остается Беларусь. И вот хотелось бы, ваш взгляд, Беларусь и санкций, то есть как Беларусь в этом году справлялась, и какие у вас вообще в целом прогнозы и на 2024 год в этом плане? Да, спасибо за возможность обозначить нашу беларускую позицию по теме санкций. В первую очередь надо, наверное, такой краткий исторический экскурс сделать в начале 90-х, потому что именно с середины 90-х Беларусь постоянно находилась под санкционным давлением со стороны стран Запада. Уровень давлений был разный, колебался, иногда смягчался, иногда усиливался, но все это определялось тем, что Беларусь проводила свою суверенную независимую политику, которая, естественно, не вкладывалась в вектор внешней политики, в первую очередь Евросоюза, ну и других стран коллективного Запада. Именно после событий 2020 года череда санкций усилилась, были введены санкции как со стороны Евросоюза, так и со стороны Соединенных Штатов Америки. В первую очередь, в виде чего эти санкции выражались, это, конечно же, ограничение возможности поставки белорусских товаров на европейский рынок, на рынок Соединенных Штатов Америки и Беликобритании, в принципе, стран коллективного Запада, возможности по платежам, ограничение использования прибалтийских портов, портовой инфраструктуры по доставке туда калийных удобрений и продуктов нефтепереработки. Ну и вы правильно отметили, что санкции еще больше усилились уже после 2022 года. Понятно, после каких событий, ввиду того, что Беларусь является, безусловно, союзником, партнером Российской Федерации в рамках союзного государства. И, как результат, естественно, мы получили очень сильный пакет санкций, аналогичный Российской Федерации. Он касался, в первую очередь, ограничений в отношении юридических лиц, ограничений в отношении физических лиц. Алексей, сразу хотелось бы, знаете, вот вопрос вы говорили о калийных удобрениях, то есть вы вспоминали 90-е годы, последующие. А в этот раз ведь тоже речь об этом конкретно, вот один из пунктов был, это калийные удобрения. Да, вы абсолютно правы, это не секрет, что Беларусь является той страной, которая входит в первую, можно сказать, пятерку экспортеров калийных удобрений. Потому что у нас большие бассейны, здесь добываются шахтным методом непосредственно калий, соли, и без них, понятно, что никакие силипозпродукцию вырастить будет несложно. И понятно, что спрос на калийные удобрения очень высокий, и Беларусь на протяжении, наверное, последних 30 лет очень активно продвигала и занимала свою нишу на мировом рынке калийных удобрений. Но санкции как раз привели к тому, что Беларусь не смогла поставлять свои калийные удобрения по старым логистическим каналам. А они были в первую очередь завязаны на Балтийское море. Страны Запада фактически запретили странам Балтии переброской заниматься наших калийных удобрений. И, конечно же, пострадали в том числе и Литва, и Латвия от этого, потому что у них была своя инфраструктура портовая, заточенная как раз под наши ресурсы, под наши объемы. Но это не сказалось на том, что мы просто взяли и выпали из этого рынка. Конечно же, были достигнуты соответствующие договоренности с Российской Федерацией, и калийные удобрения пошли уже на север, на порты Санкт-Петербурга, Усть-Луга. И, в принципе, проблема была решена, но потребовала определенный временной лаг. Что же касается все-таки других санкций, то они, конечно же, касались и банковской структуры, и предприятий оборонопромышленного комплекса, и предприятий простых промышленных предприятий, которые выпускают сельхозтехнику. Все это говорит о том, что, в принципе, санкции мы рассматриваем не как политическое давление, а как целенаправленные инструменты для устранения экономических конкурентов, такими, какими и являемся мы. То есть, в большей степени все же экономических фондов. Конечно, да. Мы рассматриваем исключительно, что это было целенаправленное действие для ослабления наших предприятий. И одна ремарка буквально, да, что санкции были введены в том числе и против нашего авиаперевозчика, он единый, это Белавия. Специально были созданы условия для того, чтобы ввести против Белавия санкции. Почему? Потому что Белавия очень успешно продвигал свои услуги, транспортные услуги и в страны Балтии, и в страны Европы. Это, конечно же, крайне не нравилось конкурентам, и они были заинтересованы в том, чтобы ограничить Белавия, ну и это просто как пример, но и в том числе и другие предприятия на рынках Евросоюза. Очень такой важный момент вы как раз освещаете. В целом, ну, повторимся, обычно больше говорится именно о санкциях антироссийских, и здесь действительно, что будучи как союзное государство, это все не просто отражается как бы параллельно, а в принципе Беларусь как единое, имеется в виду независимое самостоятельное государство, также подверглась санкциям. Ну вот вы раскрываете эти моменты, и возможно, возможно, еще в следующем вопросе тоже поговорим ваш прогноз в целом, насколько на сегодня вот это интересно, мы часто рассматриваем Евросоюз, он насколько един в этом плане, потому что мы видели, например, 12 пакет санкций, он решался очень долго, там были и вопросы ВЕТО стали рассматриваться и так далее. А с другой стороны, сегодня вот прошла информация, Германия выдвигает и 13-й же пакет санкций. Ну, я думаю, в следующем, наш следующий вопрос к вам, возможно, будет касаться и этого направления Файкмайлем. Сейчас хотелось услышать вас по итогам года, возможно, Южный Кавказ, может быть, это интересно, важно и нашим зрителям, и для всех нас, для каждого из нас. Что этот год нам дал, и что вы видите на будущий год, дай Богу. Первым делом хотел бы выразить благодарность за приглашение, за возможность принимать участие в вашей программе. Спасибо вам. Дело в том, что события последних лет еще раз доказывают, настолько наша с вами цивилизация, она хрупка перед правителями, особенно перед теми правителями, которые неадекватно оценивают ситуацию в мире в целом. То, что касается Южного Кавказа, дело в том, что те процессы, которые происходили в мире, они так или иначе не обошли нас стороной. Но для меня самым важным фактом, который случился в 2023 году, это все-таки является то, что Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над Карабахом. В сентябре месяц мы, правда, мы в 2020 году одержали победу, но тем не менее были некоторые моменты, связанные с восстановлением полного суверенитета над Карабахом. В итоге мы его достигли, но тем не менее я бы хотел отметить тот факт, что те страны, первым делом на Западе, те, которые иногда нас упрекали в чем-то, они почему-то забывали про то, что это как раз-таки результат того, что происходило в последние 30 лет на Южном Кавказе, в частности в Азербайджане, в наших территориях. Они об этом, к сожалению, порой забывали, забывали про то осознанно. Это, конечно, вызывало недоумение и в большей степени даже сожаление. Почему они вводили, скажем, такие двойные стандарты, когда позволительно одним это, другим это, непозволительно это. Я все время повторяю эту фразу, то, что позволительно, скажем, Юпитер, это непозволительно бык. Был такой принцип со стороны наших западных партнеров, к сожалению. Файк Мелем, знаете, вот то, что говорил, кстати, Алексей Авдонин в «Преломлении к Белоруссии», он говорит, что вот с 90-х годов вот эта санкционная политика ведется против Белоруссии, он выводит, что именно независимая поступь Минска официального, она и приводит к этому. И здесь тоже мы фактически видим, что независимость нашей политики, независимость принятия решений, и причем тот факт, наверное, что Азербайджан сейчас и движение неприсоединения возглавляет, и проявляет себя как одна из ведущих сил, наверное, тоже вызывает своего рода геополитическую верность. Видимо, это как раз таки остается главным вопросом. Дело в том, что некоторые страны на Западе, первым делом для нас это Франция, они как раз таки никак не могут переваривать тот факт, что Азербайджан все-таки восстановил свой суверенитет. И они никак не могут себе представить то, что страны, которые встали на путь независимости, приобрели его после 1991 года, они стали вот такими важными акторами мировой политики. Они как раз таки это воспринимать никак не могут. И в этом плане, наверняка, думаю, то, что это все-таки их приоритет вести полностью независимую политику. Я вот скажу вот насчет Азербайджана и насчет Беларуси тоже можно сказать однозначно, что наши страны ведут совершенно независимую внешнюю политику. Это очень важный факт. Дело в том, что вот сильные лидеры это как раз таки большая проблема современного мира. Но и в нас, и в Беларуси, и в России, и в других странах постсоветского пространства есть сильные лидеры, которые могут правильно оценивать ситуацию, то, что происходит в мире в целом. И исходить исключительно из точки зрения интересов своих государств. И при том они выступают по принципу «не навреди». То есть «не навреди». И это самый важный фактор на сегодняшний день в моем понимании в мировой политике. Есть страны, которые думают исключительно из своих пристростей, я бы даже так сказал. Как раз таки в большей степени вредят всему региону. Вот в этом плане я бы хотел особенно отметить тот факт, что Азербайджан, как и все наши друзья, как раз таки смотрит будущее и смотрит с точки зрения позитивного сотрудничества. Даже те факты, которые мы сейчас воспринимаем как основу. Вот сегодня, кстати говоря, выступал наш министр иностранных дел, он подводил итоги года тоже. Вот там как раз таки ясно мы для себя выделили вот такую линию, что Азербайджан готов к тому, чтобы на нашем регионе, на регионе Южного Кавказа, царился мир. И при том надолго. Почему? Потому что это необходимо для всех стран, тех, которые нас окружают, тех стран, которым интересен Южный Кавказ в целом. Вот в этом плане я думаю, что мир как раз таки на Кавказ придет. И я в этом не сомневаюсь. Я даже в какой-то степени могу сказать, что вот те действия, которые проводили в последнее время руководители, ну конкретно руководители современной Армении, они как раз таки в свое время вредили общему делу. Но, к сожалению, они не могли, не были в состоянии себе дать отчета в том, что это как раз таки является главной причиной трагедии армянского народа в целом. В том-то и дело, в том-то и дело. И президент Азербайджана же на это Ильхам Алиев неоднократно обращал внимание, что мы, протягивая вам руку помощи, пытаясь помочь, кстати, Александр Лукашенко как-то это сказал Пашиняну. А почему вы не прислушиваетесь, говорит, к Азербайджану и к Турции, он сказал. Да слушайте, послушайте и работайте с ними. Но вы действительно, вот работайте здесь, еще плюс Грузия, которая тоже представляет свою площадку. Александр Григорьевич в этом плане очень даже симпатичен, я вам скажу, потому что он всегда говорил правду и всегда говорил в нашем понимании как Аксакал, скажем так, внешний политик, который все-таки правильно оценивал ситуацию. В итоге вот чего, в принципе, добились армяне, да, вот если так даже посмотреть, вот они же по большому счету потеряли возможность, потеряли возможность в дальнейшем нормально сосуществовать в этом регионе. Но Азербайджан, как вы абсолютно правильно сказали, что протягивает все-таки руку Армении и говорит, что мы готовы простить вам это, но мы это никогда не забудем. Вот в политике как раз таки есть такие моменты. Простить можно, но забыть ни в коем случае нельзя. Вот есть принцип парабеллума, да, хочешь мира, готовься к войне. Но мы сейчас видим, что мы видим то, что армянская страна, к сожалению, к большому моему сожалению, опять-таки вооружается. Армении поставляет оружие Франции, Армении поставляет оружие Индии, они заключают еще какие-то контракты, вооружают свои армии, говорят о том, что они будут перевооружать там по стандартам НАТО и так далее. Но мы вам протягиваем руку помощи и мира. Мы говорим, давайте жить в этом регионе, в этом регионе добрососедствия. Это самый важный фактор для нас. Об этом думает армянская страна. Вопросов много, чем ответов, если честно. Конечно, вы сегодня вспоминали пресс-конференцию Джейхона Байрамова. И действительно, этот вопрос тоже там как раз и освещался, что вот те шаги позитивные, которые мы как бы видим сейчас, опять-таки уверенно очень сложно говорить, потому что мы видим, как Ереван и как Париж, вот и в этом они похожи. Они дозавуируют все время сами себя, как Макрон, так и Пашинян. Сегодня говорят одно, завтра другое. Поэтому, наверное, еще нужно время, чтобы убедиться, что действительно это государство готово идти на мирные соглашения. Алексей, все же сейчас очень интересно. Вот, например, интересно, имею в виду, услышать ваше мнение в плане Белоруссии и Евросоюз. Потому что, например, Евросоюз и Азербайджан, такой своеобразный тоже очень трек. Ну, может, даже не весь Евросоюз, а, скажем, европейский континент. То есть его очень сложно назвать сейчас единым. Мы видим, что там происходит. Просто, к сожалению, когда речь идет об отдельных каких-то странах, скажем, Италия или Венгрия или Сербия или Болгария или Польша, ну, правда, там меняется власть периодически, все же говорится, что это не Европа. Как бы это не та Европа, которую нужно считать Европой, так сказать. Вот как в Беларуси восприятие Евросоюза с точки зрения его перспектив и перспектив взаимоотношения, скажем, Европа и Беларусь. Вот так. Ну, хотя Беларусь это и есть Европа, но в любом случае, вы понимаете, о чем речь идет. Да, конечно. Здесь несколько аспектов. Вы абсолютно правы, что мы, в принципе, являемся таким крайним форпостом, который граничит с Евросоюзом. За нашими границами сразу идет Польша, страны Балтии, ну и дальше уже, в принципе, там ключевые игроки Евросоюза, Германия, Франция, Италия. Поэтому, конечно же, мы все это очень остро воспринимаем, видим. И главная позиция нашего президента, это мы с Евросоюзом не ссорились. Это они били против нас санкции, это они ограничили любые контакты с Беларусью. И мы всегда предельно открыты к Евросоюзу, если он, естественно, не ориентируется на какую-то эскалацию, на милитаризацию нашего региона и эскалацию ситуации. Мало того, именно по решению президента у нас полностью сделан без виз для граждан Евросоюза. То есть граждане Польши, стран Балтии могут спокойно приезжать на территорию Беларуси на определенный период, там небольшой. И это крайне раздражает руководителей той же Польши и стран Балтии. Почему? Потому что цены у нас ниже, цены на топливо ниже, на продукты питания ниже. И массово сюда едут, наверное, за этот год исчисляется несколькими десятками тысяч туристов. Ну, условно их можно назвать. То есть получается, что увеличивалось, вот этот поток увеличился? Конечно. В этом году очень сильно увеличился, потому что экономика в Польше, стран Балтии, она ухудшается. Инфляция растет, безработица растет. И это как бы не пропаганда. Это каждый может перепроверить данные и посмотреть, сколько вот у нас по режиму без визов ехали сюда. И что они делали. Они закупались в основном продуктами и топливом закупались. Поэтому мы понимаем, что одно – это политический режим, политические санкции, и политическое отношение к нам. А другое – это простые граждане той же Польши, той же страны, той же Литвы, Латвии. Ну, они-то в чем виноваты? Что у них цены высокие, да, нет. Что у них топлива нет, но тоже нет. Поэтому у нас нет ограничений на заправках, что ты приедешь с литовскими и польскими номерами и будешь заправляться, сколько хочешь, только заправляйся. Ну, то есть спокойно, скажем, представители стран Балтии, скажем, той же Польши, то есть спокойно, без проблем приезжают, закупаются. То есть здесь речь идет о том, что это даже не может не туристический как таковой, да? На 2-3 дня приехали, через месяц еще раз могут приехать. Да, да, добрососедский режим, но самое интересное, что уже на территории Польши или территории Литвы и Латвии стоят плакаты о том, что, мол, не ездите, не посещайте Беларусь, потому что белорусские спецслужбы вас могут захватить, могут вербовать или еще какие-то действия совершать. В действительности, ну, белорусским спецслужбам есть чем заняться, кроме как вот эти псевдо-страхи реализовать той же Варшавы или Вильнюса и Риги. Поэтому, знаете, здесь всегда надо смотреть на местах. На местах ситуация совершенно другая. Как же будет развиваться дальше ситуация? Ну, мы прекрасно понимаем, что Польша, Литва, Латвия, они все равно такие государства, где решения принимают не местные власти, а принимают власть, исходя из тех указаний, которые будут идти из Брюсселя, либо идти из структур НАТО. И мы видим, как, несмотря на наши такие попытки к развитию добрососедства, идет милитаризация Польши, поставка сюда вооружения, военной техники, создание инфраструктуры, складов, аэродромов, полигонов. Перебрасывается сюда уже и техника вооружения, подразделения с Германии на территорию стран Балтии. Сейчас на границах Польши и Беларуси формируется новая дивизия польская в районе города Бреста, практически юго-западе на нашей территории. Все эти подразделения, они, конечно же, не носят оборонительный характер, носят наступательный характер. Говорить о том, что это сделано ради мира, конечно, не приходится. Поэтому я думаю, что 2024 год, он в первую очередь будет годом дипломатии, особенно в нашем регионе, для того, чтобы правильно доносить нашу позицию, не дать возможности формирования конфликта, перерастания его в некую региональную войну. Мы благодаря вашей передаче, которая как раз таким тонким и одновременно простым дипломатическим языком, экспертным языком пытается донести позиции до мировой общественности. Поэтому вам спасибо большое. Спасибо и вам, и за понимание. Я думаю, нашим зрителям очень интересно. Мы всегда говорим, что вот те эксперты, которые у нас выступают из-за рубежа, они предоставляют информацию изнутри. И это более реально, более осязаемо, чем только средства массовой информации. Настолько сейчас вот это фейковые новости, настолько вот эта ангажированная информация, мы ее видим и по себе. И вот те моменты, которые вы представляете, сегодня как раз-таки они действительно вызывают интерес. Но мы продолжим еще. Я думаю, у нас время останется еще для одного вопроса пока. Фай Гусиев, ну вот очень интересно, год дипломатии, вот произнес Алексей Евдонин. Мы с этой дипломатией, мы достигли больших успехов, надо признать. И 2020 год показал это, и 2023 год. То есть, и мы тоже надеемся, что все же вот год дипломатии. То есть, на ваш взгляд, опять-таки, вот Южный Кавказ берем, мы работаем все время, пытаемся дипломатически, пытаемся мирными средствами. Но, к сожалению, такое впечатление, мягко говоря, впечатление, что армянская сторона, она подпитывается, вот как вы говорите, то оружием, то какими-то идеологическими нюансами, то, скажем, попытками провести какие-то резолюции. Неважно, в каких странах, но понятно, что речь идет, в принципе, о западном эстеблишменте. И вот все время Азербайджан продолжает, несмотря ни на что, вести свою политику. Сейчас, может быть, независимая политика. Может быть, сейчас больше ваше мнение интересно по освоению Карабаха. То, что вот мир не хочет видеть, к сожалению. Вот тот мир, который ангажированно выступает против Азербайджана. В моем понимании, к сожалению, история – это все-таки хронология неусвоенных уроков. К сожалению, к сожалению. Вот они не делают никаких выводов, никаких уроков из прошлых событий, которые происходили. Опять-таки, я вернусь к тому вопросу. У нас ведь всегда были нормальные отношения со всеми государствами, за исключением Армении. Это было понятно. Но мы еще… И то Армения же сама фактически… Она фактически, да, сама все это начала потом. Изменилась этот сепаратизм и агрессивность. Но мы войну выиграли не только на поле брони, не только на поле битвы. Но мы войну до этого выиграли еще на поле дипломатии. Вот давайте мы вспомним про тот самый гигантский труд, который еще покойник Гидар Алиевич. Алиев как раз-таки занимался очень серьезными делами. Фундамент. Да, потом уже нынешний президент Азербайджана Хан Гидарович. Это был гигантский труд дипломатический первым делом, надо сказать. Нормальные дружеские отношения со всеми странами и нашего региона. И поиск нормальных, как минимум, я бы сказал, отношений с теми ведущими державами мира, которые так или иначе могут повлиять на события в нашем регионе. Еще я бы хотел напомнить то, что Азербайджан в свое время был в Совбезе ООН. Помните, да, было такое время. Мы много чего делали. Многие страны, которые так или иначе всегда принимали Карабах составной частью Азербайджана. То есть мы как раз-таки свой вопрос в дипломатическом плане уже решили тогда, до начала этих военных действий. Вот в этом плане как раз-таки я думаю, что год дипломатии, как сказал Алексей, будет как раз-таки интересно для тех стран, которые на сегодняшний день, к сожалению, никак не могут прийти к общему языку и где-то ведутся там военные действия. Но тем не менее Азербайджан много чего делает. Как вы сказали, как раз-таки мы чем занимаемся? Мы после того, как освободили свои территории, когда наши войска вошли в деоккупированную зону, мы увидели до основания разрушенные города и села. Честно говоря, мы все понимали и давали себе отчетов в том, что за 30 лет наверняка армяне там кое-что разрушили. Но не могли себе представить масштабы вот этого разрушения. Даже вот я хочу произнести фразу одного из журналистов, которые сказали, сравнили, точнее говоря, извиняюсь, Агдам, Хиросимой. До такой степени город был разрушен. А теперь мы что видим? Мы видим восстановление этих городов. Мы видим, что возвращаются люди в эти деоккупированные зоны. Вот, кстати говоря, и сегодня, и почти каждый день, вот как раз таки наши с вами сородичи возвращаются в наши исторические земли. Они осваивают там эти земли, они там возрождают жизнь. Та возвращается жизнь в целом. Как раз таки я бы хотел, чтобы в мире, особенности в нашем регионе, постсоветском пространстве, все-таки мир царился. Дело в том, что вот по большому счету, что всем людям на этом белом свете нужно? Нужно жить, созидать, творить и жить в мире. Это самый важный факт. Но, к сожалению, есть некоторые такие теории, ну, их иногда называют теорией заговора и так далее. Конечно, к сожалению, нам приходится с этим тоже сталкиваться. Но, тем не менее, вот те возможности, которые сегодняшний день представляет, кстати говоря, Азербайджан для всего региона, он как раз таки базируется на добрососедстве. Это первым делом. Это для нас архиважный момент. И помните, были периоды вот даже вот за этот год, да, у нас были натянуты отношения с Ираном. Ну, что там скрывать, напали на наше посольство. И сегодня тоже министр. Да, кстати говоря, был такой очень неприятный момент. Это был тот период, когда мы рассчитывали на то, что у нас с Ираном могут быть только хорошие отношения, потому что наш южный сосед там довольно-таки проживает. Очень большое число азербайджанцев, кстати говоря. И мы начали с Ираном восстанавливать отношения. Там начали строить мост через реку Аракс. И начали думать о больших перспективах. И вдруг такое происходит. И, к сожалению, были такие негативные моменты, когда Иран фактически занял вообще обназначен порядки в сторону Армении. И почему-то там начал выдвигать какие-то непонятные условия к Азербайджану. Но, к сожалению, есть такие политики, которые неадекватно оценивают реалии. Неадекватно оценивают реалии. Никак не могут смириться с тем, что Азербайджан восстанавливает суверенитет. Сейчас у нас нормальные отношения. Слава Всевышнему, что у нас нормальные отношения и с Ираном, и с остальными странами, которые так или иначе могли каким-то образом повлиять на действия наших соседей. Но единственное, что вызывает, я вернусь к этому вопросу, недопонимание для нас, это позиция некоторых стран Евросоюза. В частности, Франции. Были натянуты отношения с Германией одно время. Потом приехала сюда министр иностранных дел в Германии, кстати говоря. После резких азербайджанских высказаний. Это однозначно такая резкая позиция Азербайджана. Честно говоря, что меня в большей степени импонирует в этом деле, то, что Азербайджан себя вставляет в один ранг с той же самой Германией, с той же самой Францией, невзирая ни на что. Мы ведем с ними равноправные нормальные отношения, равноправный диалог. Вы знаете, в чем еще одна проблема. Так у нас ведь с Францией-то никогда не было серьезных проблем. Извиняюсь, вот все проблемы начались после того, как у руля власти находится этот товарищ и ведет себя, скажем честно, по отношению с Азербайджаном совсем таки неадекватно. И это вызывает очень... Вот в моем понимании это вызывает очень много вопросов, почему Франция себя должна так вести по отношению с Азербайджаном. И вот все президенты Франции до Макрона, они были в хороших, нормальных, дружеских отношениях с Азербайджаном. Сегодня поднимает вопрос о том, что давайте будем переименовать парк во Франции, потом уберем оттуда памятник Ахушетбануна Атавана. Зачем? Интересно, знаете, что вот, Файк Малим, мы вчера тоже затрагивали такой вопрос. Представляете, вот великая Франция, которая дала миру такие умы, философию, писатели, музыка, борьба с памятником. То есть вообще как это может быть? Азербайджанские надписи пытаются... Они в большей степени воюют в прошлом. Зачем это надо? Вот действительно, вот Франция, что они хотят себе доказать? Ну я понимаю, там у них есть ряд каких-то проблем с другими странами. Я это все прекрасно понимаю. Но они, делая ставку на Армению, они, к сожалению, думают о том, что могут просто так удержать свои обития Азербайджан тоже. Это нереально. Ну, безусловно, это нужно просто понимание. И, к сожалению, как мы видим, многие главы государства на сегодня, это падение просто уровня политического лидерства. И Макрон, вот это вот живой показатель. Кстати, говорят, Аймур Макрон сильно потерял в рейтинге. К сожалению для французского народа, кстати. Потому что вы, президент Азербайджана, у нас нет проблем ни с армянским народом, ни с французским народом. Но вот лидеры государств, к сожалению, ведут такую политику. И еще к вам вопрос. Такой будет вот в этой связи Алексей. Может быть, чуть-чуть шире посмотрим, с учетом формирования нового мирового порядка, с учетом того, что фактически ООН и даже Совет Безопасности, он в своем вот нынешнем формате как бы изживает себя. Мы видим, что не справляются они с ситуацией практически. И очень много сейчас говорится о... С одной стороны, одни аналитики считают, что будет блоковый формат государств просто через какой-то период. Другие называют это регионализацией. На Западе очень моден такой термин, как фрагментация. И в то же время речь идет, мы это видим позицией, скажем, Китая, речь идет о биполярности мира. Другие государства — это многополярности мира. И Соединенные Штаты, они все же считают, что пока у них есть вот эта вот сила управлять миром как бы в однополярном состоянии. Вот взгляд из Минска на эту ситуацию, каким вы видите 2024 год, подводя итоги, мы уже можем же чуть-чуть заглянуть вперед. Вот с точки зрения, видите ли вы блоковость во взаимоотношениях между странами, мир каким вам видится? Однополярный, биполярный, многополярный? Знаете, я при оценке развития ситуации всегда опираюсь на экономику, как базис любых политических процессов, социальных, в том числе и идеологических. То, конечно же, я придерживаюсь принципа блоковости, экономического блока. Почему? Потому что, начиная с 2008 года, кризиса, финансового кризиса, как его тогда назвали, но в действительности это кризис перепроизводства. Последующий кризис стал в 2016 году, и на 2019-2020 год приходился еще один финансово-экономический кризис. Все они были связаны с тем, что крупным корпорациям фактически стало тесно, душно, их товары и услуги нельзя было куда-то поставить. Как результат было принято решение об объединении, во-первых, англосаксонских корпораций в единый рынок, и мы знаем, как реализовывалась эта идея. Эта идея реализовывалась через Brexit, выход Великобритании из состава Евросоюза для последующего образования рынка англосаксонских государств, то есть Великобритании, Канады, США, Новой Зеландии, Австралии, Южной Кореи и Японии. Хотя, казалось бы, какого отношения Япония и Южная Корея имеют к англосаксам, но вместе с тем они рассматривались как единый рынок. Притом в этой карте мира Евросоюз и его экономика рассматривались как страны-жертвы. Было, мы знаем и не раз обсуждали уже даже в рамках нашей передачи, публикации в 2022 году американских корпораций, в частности в сентябре 2022 года, корпорация RENT опубликовала отчет о том, что основной целью нагнетания ситуации и сформирование конфликта между Украиной и Россией, это была не Россия, а основной жертвой выступал как раз Евросоюз. Потому что за счет этого конфликта Европа, европейские корпорации теряли доступ к дешевым энергоносителям России, и как результат их финансово-экономическая ситуация резко ухудшалась. То, что в принципе развитие экономики в 2023 году в Евросоюзе полностью подтвердило этот тезис или этот проект. Тут еще плюс, что те же французские и немецкие, да и голландские компании, плюс и север Европы, они в России были, как они сами себе называли, как у себя дома. То есть фактически вся Россия реализовывала их товар? Да, то есть вы правильно отметили, что Россия была огромным рынком сбыта, и европейцы чувствовали себя прекрасно. А схлопнув этот рынок через санкции, Евросоюз фактически выстрелил не то, что себе в ногу. Он выстрелил себе в голову, но только еще не до конца убил себя. Оно плавно уже истекает кровью, как результат мы видим банкротство крупных предприятий, банкротство банков. Просто это пока латентно, скрыто, но оно напрямую выражается через массовые увольнения. Идет массовое увольнение. И машиностроительные отрасли. В банках Европы за этот 23-й год инфляция растет. И в принципе сама цель же этого проекта по разрушению фактически Европы, это был переток квалифицированных кадров, так называемых STEM специалистов, то есть специалистов в области естественных наук, математика, физика, программирования. Переток их в Соединенные Штаты Америки и Великобритании. Поэтому, когда мы говорим, как будет развиваться дальше ситуация, она будет развиваться только в режиме блоков. Но блоков экономических, которые будут закрывать свои рынки для других корпораций. Кто конкурентом на два сакса выступает? Конечно, выступает Азиатско-Тихоокеанский регион и Африканский регион. Мы должны понимать, что Китай активно инвестировал в Африку, на Ближний Восток, в логистику, в создание производства. И модель ШОС, модель БРИКС, это тоже блоковый режим, но здесь ярко выраженный экономический характер. Но там, где экономика, необходимо защищать экономические интересы. И я думаю, в скором времени мы четко увидим, что все экономические блоки постепенно будут трансформироваться в некие военно-политические блоки. Но у англосакса, в принципе, этот блок уже есть в виде, сохранившейся после холодной войны, блока НАТО. Именно он и выступает в качестве инструмента для реализации экономических и финансовых целей англосакционских корпораций. Алексей Авдонин говорит больше об экономической составляющей, но в конце концов он приходит к тому, что будет и политическая линия и дает понять, что здесь уже и оборонные союзы будут иметь место. То есть фактически это будет в любом случае блок, даже если он в понимании Алексея Авдонина экономический, и он говорит, что это основа, а затем там уже будет как бы некие оси, допустим. Вот на ваш взгляд, сейчас это позиции Минска мы услышали, вернее взгляд из Минска, а мне бы, может быть, больше хотелось вас услышать в чуть-чуть другом направлении, если брать организацию чурских государств, потому что неимоверный прорыв был сделан в этом году. В различных областях мы видим, какие создаются структуры. То есть на ваш взгляд, вот уже мы можем говорить, и подводя итоги года, где были очень серьезные подвижки, очень серьезные в развитии ОТГ, каким вы видите 2024 год вот в этом плане? У нас, правда, буквально 3-4 минуты. Дело в том, что Азербайджан в течение двух лет был руководителем движения «Присоединение». Мы как бы этому движению продавали очень огромное значение. Это как раз таки для нас было основным внешнеполитическим фактом. То, что касается организации тюркских государств, это, конечно, большой и первым делом и экономический союз, и политический союз, само собой. Но это примерно около 300 миллионов человек. Это очень большая география, по большому счету, если так взять. Но дело в том, что президент Азербайджана это 5 или 6 раз совершал поездку в этот регион, в Центральной Азии. У нас союзническое отношение с Турцией, у нас союзническое отношение с Россией. У нас, то есть, получается, что очень хорошее отношение с основными нашими региональными соседями. То, что касается экономической кооперации, дело в том, что Азербайджан имеет, я бы сказал, многовекторную вот такую вот экономику. И как раз таки в большей степени мы вот в этом году даже вот занимались поставками газа в страны Южной Европы. И мы подписали, кстати говоря, договор о том, что будем поставлять еще зеленую энергию в страны Евросоюза, в основном южных стран Евросоюза. Но, тем не менее, у нас очень хорошее отношение с странами Центральной Азии. Вот то, что было сказано по поводу ШОС. Ну, ШОС, мы все прекрасно знаем, что это все-таки в большей степени экономическая организация, нежели, скажем, какой-то военно-политический блок. Он вообще не является военным блоком однозначно. Вот то, что в этом будущем, наверное, будет формироваться как центр силы. И создается такое ощущение, что Восток объединяется против Запада. Честно говоря, я этих прогнозов немножко боюсь. Почему? Потому что для меня это все-таки мир, это наш общий дом. Нужно каким-то образом найти общий язык со всеми государствами, со всеми странами. И в какой-то степени оставлять свои сугубо национальные интересы, в какой-то степени в сторону. И думать о больших каких-то общих глобальных интересах. Вот Азербайджан в будущем году примет движение КОП-29. Дело в том, что мы будем думать о более важных деталях, которые все-таки стоят в повестке для всего мира. Мы будем думать о том, каким образом мы можем спасти нашу планету в целом, коопируя, занимаясь общими усилиями. Наверное, как раз таки об этом... Я не знаю, у нас время позволяет... Буквально две минуты. Да, как раз таки я думаю, что об этом тоже нужно говорить. Дело в том, что если действительно температура повысится, проблемы будут у всех. То есть экология сожрет многие государства, многие территории, если на то пошло. Правда, Азербайджан и Беларусь, наверное, от этого не так сильно пострадают, но тем не менее мы тоже пострадаем. А первым делом от повышения уровня того же самого Мирового океана первым делом будут пострадать те страны, которые находятся на берегу того же самого Мирового океана. Об этом нужно думать. И вот в этом плане я думаю, что те действия наших стран, которые мы вкладываем в общую копилку всего мира, я думаю, как раз таки должны по большому счету восхваляться со стороны именно мировых лидеров. А на нас не нужны какие-то нажимы. Наоборот, нас нужно поддерживать за те действия, которые мы на сегодняшний день предпринимаем во благо всего мира. К сожалению, мы видим совершенно другую риторику, совершенно иные действия. Но время, к сожалению, подходит к концу. Действительно, об итогах можно говорить неимоверное количество часов, потому что очень насыщенный был год. И для Азербайджана мы считаем он очень удачный, потому что четкая политика руководства страны, она привела к тому, что авторитет Азербайджана усиливается, роль Азербайджана усиливается, и мы видим перспективы. Напоминаем, что с нами сегодня был Алексей Авдонин, политический обозреватель из Беларуси, и Фай Гусеев, руководитель аналитической группы АСТВ, заслуженный журналист Азербайджана. Спасибо за внимание. Оставайтесь в Си-Би-Си, следите за аспектами иностранных дел, будьте в курсе всех важнейших вопросов современности. Си-Би-Си